Ниша, да, то, что я говорила в презентации, очень важна ниша, ее незанятость этой ниши, простота в предложении, то есть просто людям это предлагать. Ну вот просто, любишь путешествовать? Нет. Если он не любит путешествовать, ну вот просто не продолжайте. До свидания. А у тебя есть люди, которые любят путешествовать? Можешь дать две-три рекомендации? Все. Кто ваш наставник? Наталья, я поняла. Я поняла. Ну вот это вот было ключевым. И плюс еще маркетинг. Я уже... Нет вопросов. Нет, я уже задала свой вопрос. Все понял. У меня тоже не все ясно. Да, я у кого-то с клиентами, которым интересно, которые в круизе не в первый раз, и поехали бы, и хорошо все. Но нет возможности заранее планировать наперед. Вот вдруг с работой справились. Трах-бах, все, поехать. Вот заказать так, чтобы побыстрее. Вопрос в чем? В том, что не планируют наперед. И для... ну как бы работа такая, да, что не может спрогнозировать, какой... Вопрос. Ну как бы не с ними быть? Отпустить просто. Я на сегодняшний день их, получается, просто отпустила. Ну, не нашла аргументов для мотивации. Что? Ну, планируете такие? Ну, первое планирование это, смотрите, когда у человека есть накопленное должное количество круизных долларов, то в любой момент, ну вот он знает, что у него там через 2-3 месяца будет отпуст, да, или не знает. Не знает. За неделю, ну, грубо говоря. Ну, ребят, смотрите, клуб вообще, вот клуб Инкрузис, это культура планирования жизни и отдыха. Да? Получается, ребята бескультурные. Нет, ну таких, таких, что неделю их очень мало. Ищите тех, кого не недели. Это просто обидно отпустить. Реально люди с деньгами и такие, что ездили бы и хотели. А вы вот когда, они так вот рассказывают, вы спрашивали у них, а как они отдыхают? Они что, если вот так внезапно отпуск берут кредит тогда? Нет, ну богатые люди, зачем они? Их цена не останавливает. Просто почему они не со мной? Почему где-то? Я в таком... Ну, вот так. Когда где-то? Хорошо, ребят, следующий вопрос. Вставайте, может быть, представляйте чуть-чуть. Да, меня зовут Дмитрий, такой вопрос. Тут не вопрос к предыдущему вопросу. Задать им вопрос, нравится ли им такая жизнь, не нравится ли им вот так вот срываться в отпуск. То есть, вполне возможно, что... У них свои заводы, люди богатые. Заводы, пара-карс. Свои лайнеры. Мы им не вон лайнеры, они. Им надо предложить купить. Ребят, следующий вопрос. Есть у кого-то, Наталья? Просто в нашем доме, в общем, так много. Давайте. У меня довольно часто бывает так, что особенно наши люди всегда говорят, что вот я плачу деньги, я хочу иметь квитанцию, как нам всегда говорят, товарный чек и кассовый чек. Вот этого ничего у нас нет. Как люди говорят? Ну там еще без печати, без всего. Это как было? Девочки, печатью это уже 33-й год. Ну да, да. Алиэкс, РЭС и все интернет-ресурсы работают без печати. Печать тут причем? У вас есть банковский перевод. Вы берете выписку, вот вам подтверждение, которое принимают в любом судебном учреждении. Если бы вы наличкой отдали, тогда расписка. А у вас банковское движение, там никаких бумаг не надо. Вы были на презентации. А как же онлайн сейчас переводы? Там чек... А вы видели, что я показывала от раз My Travel? Нет, это я все... Это страхование, да. Движение по банку. Ну нет, ну печати, ну ребят, ну нет печати. Не все же просят печати. Это субъективная... Печать не нужна. Вы меня не уговариваете. Я думаю... Нет, я говорю, если людям надо печати, в турагентство. В турагентство. Там им поставят печать и потом еще кинут с круизом. Да, то есть если захотят обмануть, обманут и с печатью, и со всеми документами. Да, а если как бы нет такой цели, то печать, не печать. Хотя все движения прослеживают. Он же берет банк в струкс, он знает кто, кому, куда, жалко. Вот на счет того, тоже вот у меня вопрос был вчера, буквально, в России где-то зарегистрировано, я говорю, нет, ну в пяти штатах в Америке, вот там в штатах в Америке, если вдруг чего отдадут, а здесь у нас нам никто назад не выплатит. Я говорю, а вдруг чего? Ну что случится? Ну мало ли что, форс-мажор какой-то. Есть раз в My Travel, сядь и разбери, что такое. Это надо изучить. Сядь и изучи, понимаешь? Тогда вот тебе не будут задавать. Следующий вопрос. Здравствуйте, я вас еще раз. Привет, Сергей. Привет, Сергей. У меня вопрос сам. Все, что вот это все для меня понятно, я уже все перечитал, 55 раз. Вот, просто сейчас читал соглашение, где указано о том, что компания работает непосредственно с банком Барклайс-Ангия. Вот. Просто у меня возникла личная ситуация, когда у меня на данный момент в этом банке завистили деньги. То есть очень большая проблема их вывести оказалась. Там порядка 6 тысяч долларов не могу вывести. Почему проблема? Ну вот такая, либо туда ехать, либо предоплата чуть ли не 50%. Нет, ну так и за 6 долларов можно и поехать. Ну и за 6 тысяч. Нет, вопрос задайте. Вопрос-то в том, что я-то не могу ехать, у меня виза закрыта по 100%. Вопрос в чем ваша стоит? Да, интересно. Вопрос в том, что ваша компания, вот это именно аферты, они как бы нормальные люди? Они нормальные. Барклайс-Банк вам гарантирует, если Инкрузис вам не предоставит продукт, то есть круиз, то он вам возместит, то есть вам даст круиз на ваши круизные доллары. Барклайс-Банк говорит о том, что если не дай бог Инкрузис исчезнет из лица земли, то все ваши накопления вам будут возвращены. А почему у вас... А я именно наличные деньги, которые вы берете, тоже через Барклайс-Банк? Да. Именно что их не аферты, то есть как бы переводы на наличные средства, они предусматривают дополнительные вложения? Нет. Какие дополнительные? Ну вот, когда она берет в лекаре, мне вернули, допустим, свои 6 тысяч долларов, меня просят 700 долларов платить им в банк. За что? Представитель банка будет, вы нам отправляли 700 долларов, мы вам 6 тысяч вошли. А чем у меня 700 долларов? У меня 800, у меня 600. А почему именно такая? Ну, сумма там зависит. Там не 700, там 600, но самое зависит от ситуации. Сергей, я думаю, что здесь нет специалистов по банку Барклай, чтобы могли ответить вот на именно этот вопрос. Поэтому я думаю, что надо ситуацию чуть-чуть разобраться. Хорошо? Я постараюсь... Смотрите, здесь Барклай, на самом деле банк, где находится кумулятивный счет компании Trust My Travel, которая является страховой компанией нашего клуба. Понимаете, это не счета, Майн Крузос находится в банке Барклай. Кумулятивный счет Trust My Travel, который является только лишь нашим партнером, страхующим нас от рисков внерыночных, да? Он является... Вот счет находится там, но не у компании Майн Крузос. Ну, это что я хотел услышать. То есть, это не так. Позвольте, я задам вопрос. У меня такой вопрос. Меня зовут... Здравствуйте всем. Меня зовут Елена Платина. Я психолог, я не буду перечислять все свои квалификации, но ситуация у меня такая. Как я могу своему клиенту предлагать? Это раз. А второй вопрос. Как я могу в турагентство пойти и предложить... А зачем вам в турагентство? А предложить как... Базу использовать? Так же, как вы. Как предложите мне и другому человеку. К руководителю агентства? С руководителем встречаете. Да, собственникам. Конечно, у нас есть клубное членство, которое позволит вашим клиентам пользоваться нашей базой. Если вы создадите группу клиентов из 30 человек, вы будете зарабатывать в месяц 400. Я вас слышала. Все как к физическому лицу. А он дальше сам решит, как ему... Как здесь все с условиями, когда мы подписывали, что не рекомендуется или даже, по-моему, запрещается, да, чтобы не использовать для турагентства и так далее. Там есть такая фраза. Нет, другая. Идем к физическому лицу, который является собственником туристического агентства. Мы идем в туристическое... Мы идем к собственнику. А дальше это уже его, как бы, вопрос, как он будет использовать свою базу. Он будет подписаться в соглашение, а там будет эта фраза. Что он не... Нет, с точки зрения продвижения инкрузуса, он не является туристическим агентством. Там была фраза, что вы не являетесь турагентством. И вы не можете говорить о том, что вы турагентство, И продаете круизы, да. Продаете круизы, да. Или организовываете группы круизов. Вот это принципиальный момент. Это другое. Это другое, Саша. А если я пошла в турагентство, у меня вот в структуре есть где-то 8 турагентов сейчас подписанных. Они подписаны как владельцы турагентства, как дистрибьютор, партнер компании «Грузос», как физическое лицо. И они, кто меня услышал, те написали своим клиентам, «Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич, вы пользуетесь давно услугами нашего турагентства. У меня для вас сейчас есть подарок, потому что я имею доступ к другой ценовой политике по круизам. И хочу вам предложить иметь хороший процент скидки, который я вам не могла предоставить за 3 года, там, или за 5 лет, как мы с вами сотрудничаем, да. Давайте встретимся. Вот. Давайте встретимся. Я вам даже вот для примера могу дать несколько вариантов круизов. У меня так сделали турагентство, у них ихние клиенты стали членами клуба «Ингрузос», они не строят бизнес, но они себе накапливают. А турагентство, они уже не будут. Ну, когда-то им надо, они предоставят турагентство. А перелеты они будут брать, авизы, а может быть, где-то помимо круизов, как понять не пойдут? Саша? Ну да. Турагентство же не может круизы предоставить. Наталья, подскажите, вы сказали, как он не подожди, например, может вознаградить своих работников каким-то круизом, да, например, ну или там за определенный товарооборот или еще что-то. У нас же, как, мы же не можем выписать на другого человека, если, например, я не мерзла. Нет, вы не можете выписать, руководитель просто делает аккаунт. Просто на него делает аккаунт, и его прокачивает, да? Как можно привлечь крупного сетевика с предыдущего бизнеса, да, спонсоров, вышестоящих в нашу компанию? Сейчас они тоже состоят в сетевых компаниях, зарабатывать или нет, не могу сказать, этого не знаю, да? Лидеры они там в той компании или нет. Ну вот, каким образом вообще, что, как привлечь? Там они зарабатывали большие деньги в предыдущей компании. Ну, а сейчас? Не знаю, Игорь. Нужно начать общаться, наверное, сначала. То есть, ну вот, перезвони, пообщайся. Ты с ними у хороших отношений? Ну вот, звони же, говоришь там, Сергей, здравствуйте, да? Помнишь меня, да? Как дела? Как у тебя успехи? Чем занимаешься? Чем сейчас занимаешься? Звоню, звоню, естественно, понимаешь с предложением, да? Здесь классная тема. За два года человек вышел, семь человек в компании вышли на более чем миллион долларов дохода в год. Мой наставник, вот, который входит в эту семерку, изъявил, вот, желание, дал мне фору пообщаться с двумя человеками сетевиками с моего окружения. Первый это ты. Видите, какой подарок сразу вы ему делаете, и он вроде отказаться, то... скажи, насколько открыт, насколько ты сегодня ресурсный, насколько тебя интересует, понимаешь? Мы работаем командой, мы работаем командой на развитие команды. Тебе это интересно, спасибо за помощь, спасибо, что тебе здорово. Ну, говорят, чему подтвердил. Поняла? Ну, ходи, смогай, играй. Дальше. А вот за человека не принимать решение изначально, если я, допустим, знаю, что он любит выпить. Ну, он очень умный. Он очень умный. А выпить, это что? Выпить? Ну, я выпиваю. И что? Ну, грамотный как есть. И что ты хочешь от него? Ну, предложить работать. А у него есть выходные между выпивками? Я думаю, да. Если он иногда просыпается, вот, стакан. Вот в тот момент и надо разгружать. То есть, это не мое дело. Решение я не принимаю ни за кого. Ну, предложили. Да, нет, следующий, все. Но алкоголь же разгружает. Как работать с блогером. С блогерами. С блогерами? Да. С блогерами очень интересная тема. Если у вас есть хорошие блогеры, я вам рекомендую блогерам выводить на Виктора. И блогерам можно предлагать что? У тебя есть база, например, там, 100 тысяч, 50 тысяч, 300 тысяч, да? Давай мы с тобой, так, ты, я тебе даю информацию Бен Крузес, так как блогеры умеют писать посты, поэтому они и блогеры, ты делаешь раз в неделю пост о нашей команде, о стиле жизни, там, мы подскажем, что делать, да? Ты размещаешь как бы несколько там, несколько, несколько видео, там еще чего-то, да? А вот 2-3 месяца так работаешь, и если вот по твоей рекомендации из твоего, из твоих подписчиков будет там 10-15 человек, которые заинтересуются, они зарегистрируются, я тебе подарю круиз. Семь на ночь. Да. Маленький, коротенький, на 4-5 ночей, вот, ты бронируешь на свои круизные трехместную каюту, он берет с собой еще кого-то, и его задача с этого круиза привести хороших, качественных 4 видео, штук 20 фотографий, которые он потом разместит у себя на блоге. А может быть под него аккаунт создать? Ну, так естественно аккаунт создать. Ну, как он поедет? Так естественно, он может поехать и просто, но ты его просто берешь, как вроде бы сама едешь на свои круизные, он создает аккаунт, у него есть или ссылка, он ею работает у себя. А, поняла. Поняла? Да, блогеры очень хорошо слышат. Кстати, Витя, тебе надо будет завтра-послезавтра выйти на связь. Напомнишь мне? Наконятно. А вот вопрос. Я ответила? Да. Да. Я новичка, вот у меня сейчас новичок, он уже все проплатился, и ему интересно, он уже торопится, бежит, хочет рассказать, чтобы быстрее безоплатку закрыть, и потом, ну, вот стоит ему это делать, потому что человек может меня не услышать. Хочу от вас, чтобы вы сказали. Что значит? Ну, он пока же не готов, он все уже в клубе сегодня, он хочет уже движать. Я говорю, пока не надо этого делать, может он меня не услышит, новички же не слышат. Ну, да. Во-первых, еще раз говорю, запишите крупными буквами себе, что новички не могут сами проводить встречи, обязательно должны привлекать своих наставников, или непосредственно, или тех, кто выше. Понятно, да? Вот, потому что он может только дать рекомендации, с кем поговорить, а встречи должен провести наставник. Ну, да, эмоциональную составляющую, вау, я такой узнал, понимаете, у него сейчас эмоции, он должен своему человеку, который ему доверяет, передать вот эти эмоции, потому что он ему доверяет, и продать вас, да, сказать о вас там пару-тройку предложений, чтобы он как бы вас тоже купил. Да. Правильно. И еще какие вопросы? Все? Все. А, ну, вот, я кривой урок подписалась три месяца назад, живу уже два года в Москве, начала работать. Типа начал, сразу на 295 зашла. Почему я слово типа? Типа. Ну, очевидно, но заразно, в хорошем смысле слова. Линия Диана Борщенко, спонсор моя, подруга, она же, буквально, на две минуты заскочишь мне, я в офисе, заскочила, тут же махом, я девочка денежная, сразу, хопля, 300 долларов, без дачи, оформляем, тот же паспорт, тоже это, завтра уезжай, завтра уезжай в Москву, в Москве засела, как тюлька. Мираторг пошла, устроилась, работаю продавцом, два дня режу колбаску, два дня, типа, пардон, типа, пардон меня, приглашаю, приглашаю в бизнес. Я говорю, что я делаю, я женщина, я говорю, что у меня, что я работаю в бизнесе, мне интересны люди, которым интересно путешествовать. Вам это интересно? Да нет? Разные ответы, записываем на встречи, и опять же, я прошу потом, ну, немножко далековато, Диана Борщенко, да, занята, Зоя Пилка во мне всегда, ну, я только научилась в WhatsApp и Viber. И что? Вопрос. И что? Суть вопроса. Забыла. Что мне делать? Вы же стояки. Что мне делать? я к тому, что, да, вот, 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 сразу, что, я сразу на Зою Пилку выхожу, оврал, надо помощь. Я продаю Зою, даю ей, прошу своего клиента разрешение дать ей телефон, чтобы Зоя конкретно объяснила, Зоя объясняет все, мы подумаем. И вот это задумье начинается два-три дня. Два-три дня? О чем? Вот два-три дня, и копля, затишься. О чем вы здесь думаете? Раздумье. Ну, думайте, когда... А вы не присутствуете во время разговора? Нет. Зои, вашего человека? Нет, к сожалению, да. Нужно. Ну. Телефонные, похожи разговоры. Телефонные? Да, разговор телефонный, Viber она. Имейте в виду, ребят, в телефоне тоже можно делать групповые звонки, если уж на то пошло, да, добавляю, нажимаешь плюсик, да, в телефоне. А вот это мне надо. В телефоне, прям по телефонному звонку, когда по GSM звоним, не по мессенджеру. Вот, поэтому, если других способов связи нету, да, то просто делайте конференц-связь. Но лучше, конечно же, делать это через все-таки специализированные сервисы, где можно показать экран. И вам нужно там присутствовать. Не отпускайте своего человека, которого вы знаете, только на наставника и все. Наставник не знает вашего человека. Вы ему тоже помогать должны. Я даю минимум информации. Закрытие сделки, что ли? Вопрос в том, что нет результата, да, наверное? Нет результата. Что делать? Есть закручка, есть обмен телефонами. Прошу разрешения. Сколько таких телефонов вы дали? Я забыла. Штук 20. Штук 20? Алла. Алла. А у меня фамилия не интересует. Я говорю о том, что вы делаете втроем разоговор. Вот. Слишком в этом должно быть. Потому что где-то в момент разоговора наставника вы где-то подскажете, где-то вставите слово, но это не значит, что вы должны взять лекцию на тему, да? Я не знаю. Не-не-не. Я вообще говорю, да? Вот как сегодня мы с Тамарой проводили, да, я по телефону где-то на первом этаже, она где-то тут гуляла, мы проводили такой, там было 4 или 5 человек, да? Они все сказали, да. Почему? Потому что мы по телефону только общались. Но мы общались много людей. Это уже второй разговор. Были сегодня новички. Это Грузия? Да, Грузия. Грузия, это Велисия. Вот. И они сказали, нам очень интересно. Одна еще там, одна с сетевого, вторая с сетевого. Мы по телефону разговаривали. Где-то Тома что-то вставили. Тамара что-то добавляла, да? Да, она слышала. Да, она слышала. Она допоминает. Представляете, если бы вы эти 20 разговоров бы слышали этих презентаций, вы бы уже сами за водителем за рукой сели. Вам не было бы было бы водитель. Я им рассказала вкратце, но я не рассказываю презентацию. Я показала фишки, перспективу, выгоды, базу им рассказала. А дальше я говорю, ребята, это не встреча. И так как я буду до 10 занята, завтра, послезавтра Виктор вам назначит время, с вами спишется. Я говорю, пожалуйста, в режиме там зума, комнаты, скайпа, любого. У них нет скайпа, поэтому комнату даже. Вот. Виктор говорит, да, 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 это очень хорошо, они все спрашивают. Нам очень надо. Поэтому осталось дальше делать техники, дать ответить на вопросы. Можно? Спасибо. Рано пока еще. Перечислить. Да, нечего, рано там. Да. Можно поделиться опытом и, может быть, подсказать кому-то такую мысль, что, ребята, есть такое выражение, что одно слово есть ложь и только полнота образа дает правду. Это к чему я речу? Когда вы человека на улице хватаете за руку, слушай, вот у меня есть, а он идет за хлебом и он идет на работу, у него мозги где-то там. Он, да, 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 но он вас не слышит и не слушает. А вы ему втираете что-то, да? Никогда вот это не делайте. И никогда... Слушай, у меня есть идея, какая? А вот круизы. Все, вопрос закрыт. Он что-то слышал, кажется, слышал, знаю там, круизы. Уже все. У меня есть тема, какая? Вот давай сейчас, время, когда у тебя есть. И берете спонсора, только не того, который передо мной, который вчера зарегистрировался, а того вот, вот, Виктор, да? Там люди, кто опытный, да, говорите заранее, согласовывайте время, говорите, пойдем, маленькая электричка, ты будешь доволен, да? Такая бомба, пойдем. Чтобы он этому выделил время. Серьезность какая-то была. Выделил именно время, и он слушал вас. И когда вы привели к спонсору, здесь главное, что спонсор опытный раз, а главное, что человек время этому посвятил. И вот вы сидите, слушаете, и спонсор ваш, да, только опытный. Уже рассказ, человек слышит. И слышит от начала презентации до конца. На себе скажу, это опыт, да, первый раз, когда мы с Наташей встретились, я не давал ей слова сказать. В силу своей, наверное, бескультуре, что ли. Ну, образно говоря. Я знаю, я слышал, да, это мне интересно, это, 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 Наташа, раз, два, три, спокойно, потом дала мне немножко перекипеть, вышла. и я потом, когда услышал всю презентацию, причем презентация была, 15 или 20 людей, да, если я скажу, что так, как случайно, вопрос Наташи, кто будет регистрироваться, я две руки сразу поднял. Я всю презентацию услышал от начала до конца. То есть я успокоился, услышал, посвятил этому времени. И вот тогда я уже понял, услышал, услышал правду. Ну да, сами иногда делаю, можно? Вот у меня такой вопрос, поэтапность выкладывания информации. Вот у меня получается так, я со своими, ну, ближний круг, да, поработала, выложила информацию, ну, правда, я сама, да, без спонсора. Вот. Класс, все, я с тобой еду, мне все нравится, все. Перебрасываю ей уже ссылку, все оформлю, человек за, руками и ногами. Нет никаких, ну, как бы, даже полуутону нет. И дальше замолкает. И я вот сталкиваюсь с тем, какой мой второй правильный шаг, потому что... Второй, если человек едет, Оля, куда мы едем? Что бы ты хотела увидеть? Вот к конкретному результату принятию решения, как-то мне привезти. Конкретно, не надо привезти, надо открыть кабинет, найти, она хочет в Европу, да, открыть круиз, прям взять и найти круиз, распечатать маршрут или скопировать, отправить. Смотри, какой маршрут. Лайнер. Лайнер, о лайнере, какой-то ролик. Ролик спроси. Не ссылку, а влюбляй ее в отдых. Она хочет ехать. Ехать. Сброси камни Сваровские, ролик, сброси еще, влюбляй ее в продукт. Не грузи ссылкой. То есть, торопить не надо. Человек за. Нет, если он зарегистрируйте его вместе, доводите до... Когда-нибудь потом. Ну, когда потом? Ну, нет, она мне не говорит, когда-нибудь потом. Значит, надо спросить. Ну, так вот, резко сразу, не говорит, все, кладем деньги, проплачиваем. Ну, как бы, я, естественно, хочу результатов, а человек за. Что мешает принять решение тебе сейчас? Да, что нужно, чтобы тебе решение принять, вот, ну, сейчас? надо на душевном радаре женщину вчитывать. Но она же хочет ехать. Она хочет ехать. Ну, все, регистрируйте. Когда начнем копить. Когда начнем копить. Вот это уж, когда начнем копить. Ирина, курс мастерства этичных продаж, Яна Ярушина, весь проработали? Нет. Вот это мне надо знать. Ребят, мастерство этичных продаж. У нас просто потрясающий курс есть, Яна Ярушина, понимаете, вот все, кто, ребят, заставил я насильно его пройти, они потом 15, 155 раз мне сказали спасибо. А где его пройти? Потому что, говорит, мы сделали все ошибки, которые только можно было сделать. Где же мы были? Почему ты нас не заставил раньше этот курс пройти? Понимаете? У меня иногда была такая вещь, что ты мне можешь позвонить и задать мне вопрос только после того, как ты посмотрел этот курс. Вот до такой степени, понимаете? просто заставлял насильно своих ребят мастерство этичных продаж. На сайте Грона. На Грона. Ян Ярушин, 53 видеоролика. Разложено все, от и до. Ролики небольшие, маленькие. 10 модулей. Подготовка к продаже, настрой, где брать людей, как, что им звонить, понимаете? Вплоть. И 9 модуль, сопровождение курса. То есть вот то, что вопрос сейчас Ирина задала, то есть что дальше-то делать? Человек говорит, надо там подумать, все взвесить, с женой посоветоваться. 90 дней сопровождения, в какой день, что нужно отправлять. Текст, видео, что написать. Все разложено. Кто прошел этот курс? Скажите мне, пожалуйста. А я не знаю, как бы он на курсе. А я просто прослушивала, когда был урок. Причем не прослушивала. Есть сайт grono.top. Наш команды, да. .top. Да. У своего наставника возьмите ссылку для регистрации в Grono. Угу. Зарегистрируйтесь. И там есть все, и обучение, и все. Угу. Спасибо.